привет друзья это второй урок как играть на глюкофоне с нуля важно понимать зачем вообще вы садитесь играть на глюкофоне то есть кроме того что вам нравится его звук важно знать что человек сидя играя на глюкофоне он имеет возможность так сказать сбалансироваться то есть выстроить свое внутреннее ощущение в балансе в гармонии со звучанием инструмента со своим телом окружающим миром вокруг и так далее то есть как это выглядит это значит что вот каждый человек он накапливает напряжение доходит когда неправильно стоит делает работу какую-то сидит за рулем и так далее и эти все напряжения они приводят дисбалансом когда у человека перекашивается например плечо или осанка или еще что-то и эти все напряжения они вместе с человеком в жизни в обычной и когда вы садитесь играть вы имеете возможность так сказать помедитировать расслабить вот это все вот эти все напряжения а музыка и вот это ощущение которое создает глюкофон она вам в этом помогает то есть вот этот непривычный звук космический он вас сосредотачивает на чем-то что способствует расслаблению и гармонизации чтобы этот процесс происходил более органично более естественно важно сразу сфокусироваться на том вот именно на этом не просто что вы сели на пять минут поиграть там не знаю зачем а на том что вы хотите получить этот ресурс получить состояние гармонии и баланса для этого важно найти удобное положение тела оно должно быть симметричным то есть у вас не должно быть что одна нога как-то перекошена выше головы там рука где-то сбоку вы как-то вот включились нет надо сесть удобно чтобы руки у вас вот были могли опуститься вы сидите с ровной спиной или например облокачиваетесь на что-то вот удобно и сзади на подушку но вам удобно и в этом удобном состоянии вы только тогда начинаете играть теперь все все способы звукоизлечения игры должны быть удобными и симметричными то есть ваши руки должны двигаться повторяя движение друг друга то есть если у вас получается играть правой рукой а левой не получается у вас в том числе должна быть цель научиться играть и левой рукой потому что как раз вот то что у вас не получается это говорит о том что у вас могут быть асимметрии то есть вот вы ее выявляете то 7 нет тут у меня не получается например хорошо стукнуть допустим левой рукой а правой получается значит надо найти этот паттерн движения как расслабляется рука так чтобы звук получился и когда вы в этот вот этот находите это состояние ваше тело находит баланс то есть ваша рука также расслабляется левая также как правая так и так далее если у вас какой-то ритм одна рука опережает допустим играть вот вы играете быстрый ритм но одна рука всеми запаздывает это тоже самое то есть надо подумать где она напряглась с чем это может быть связано может быть надо удобнее сесть и так далее